Сегодня мы изучим одну из самых эффективных программ по поиску и удалению вредоносных программ. Называется она Malwarebytes Anti-Malware. Или просто M-BAM я ее называю, сокращенно, чтобы не сломать язык. В общем, у них есть, конечно, платная версия этой программы, но нам вполне хватит бесплатной. Поскольку эта программа очень эффективна, сейчас уже появились специальные вредоносные программы, которые направлены конкретно против этой программы. Так что, если она вдруг не установится или не запустится, возможно, у вас как раз такой случай. Возможно, что у вас вредоносное ПО эту программу блокирует. В таком случае не отчаивайтесь, посмотрите следующие уроки, и там есть информация о том, как таких случаев избежать. И, кстати, если у вас не получается в нормальном режиме, попробуйте, можете попробовать поработать с этой программой в безопасном режиме. Как включается безопасный режим, в одном из предыдущих уроков показано. Итак, идем на их сайт. Выбираем бесплатную версию. Вот она, free. Тут написано free. Для тех, кто не в ладах с английским, сейчас будет немножко тяжело. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы справитесь. Во всяком случае, я всеми силами постараюсь вам помочь. Значит, нажимаем вот эту кнопочку, даунлоад нам, вперед. И нас выкидывает на один из сайтов по скачиванию этой программы. Сайтов этих очень много. Это не их сайт, это специальные сайты, которые занимаются распространением этой программы. Поэтому выглядеть это будет немножко по-разному. Что, на что нужно обратить вам внимание. Во-первых, вам нужно вот это вот название программы. Нужно смотреть обязательно. Malwarebytes Antimalware. И Download Now. Просто здесь может быть много всякой рекламы. Вы смотрите, вот здесь вот видите рекламный баннер. Вот это вам не нужно. И таких рекламных объявлений может быть очень много. Просто смотрите, случайно не увидите куда-то не туда. Потому что вот здесь вам предлагают какой-то Акронис. Ну, Акронис это еще ладно, это более-менее нормальная программа. Ну, иногда предлагают скачать волнейшее фуфло. Так что, вот ищите вот такую кнопку и название этой программы. Я не зря все так подробно описываю, потому что... Ну, я просто знаю, что есть у многих, особенно у кого проблемы с английским, тем это тяжело дается. Ладно, давайте нажимаем на эту ссылку. Сохраняем файл. Запускаем то, что мы скачали. Выбираем язык. Можете выбрать другой, если хотите. Далее. Принимаем условия соглашения. Жмем далее. Еще раз далее. Вот здесь можете установить его, как вам говорят на диск C. Ну, у меня для программ существует на этом компьютере диск E. Я подробно рассказывал, как работать с разделами дисков в своем курсе по установке Windows. Здесь я подробно еще раз повторяться не буду. В общем, если вы смотрели, то вы все знаете. Если нет, то можете ставить прямо туда, куда вам говорят. Нажимаем далее. Еще раз далее. Здесь, если вы хотите значок на рабочем столе, то ставите галочку. Здесь можно еще создать значок на панели быстрого запуска. Вот тут вот. Но я этого делать не буду. Мне хватит значка на рабочем столе. Нажимаю далее. Все меня спрашивают, подтверждаю ли я все, что я ввел. Устанавливаем. И здесь я советую все это поставить, чтобы он сразу обновился и запустился. Вот пошла сразу загрузка обновлений, потому что интернет у нас подключен. Все обновлено. И запускается сама программа. Значит, дальше. Ну, мы только что его обновили. Но, в принципе, когда вы будете запускать эту программу, я все равно рекомендую заходить вот сюда и проверять обновление. Потому что по нескольку раз в день бывает новое обновление выходит. Ну, сейчас пока что у нас самая последняя версия. И это хорошо. Все. Дальше нам нужно провести сканирование. Сначала быстрое сканирование, потом полное сканирование. Быстрое – это сканирование самых важных областей компьютера. Полное сканирование, соответственно, это сканирование абсолютно всех файлов, которые есть на компьютере. Оно может занять очень много времени, в зависимости от того, сколько у вас там информации. Быстрое сканирование проходит достаточно быстро, даже на слабых компьютерах. Ну, там, несколько минут. Давайте проведем быстрое сканирование прямо сейчас. Так, ну вот, ничего он у меня не обнаружил. Вот этот текстовый отчет, который он сохраняет в файле, который потом всегда можно посмотреть. Ну, здесь вот он пишет, что ничего не обнаружено. Жмем ОК. И теперь мы можем провести уже полное сканирование. Если быстрое у меня заняло минуты три, то полное. Сейчас это загрузит его надолго. В общем, я сейчас его запущу, остановлю пока запись. А когда оно закончится, я ее снова включу. Значит, как это делается? Опять выбираем полное сканирование. Нажимаем. Выбираем, что мы будем сканировать. Я выбираю диски C и E. Это мои локальные диски. Потому что, а, это гибкий диск. У меня этого дисковода вообще нет. А это у нас CD-ROM. Но если вы хотите на CD-ROM свои файлы просканировать, если какой-то диск у вас вставлен, то можете его тоже включить. У меня просто никакой диск здесь не стоит, поэтому только так. Все, жму сканирование и увидимся с вами, когда оно закончится. В общем, несколько часов он проверял мой компьютер. Так ничего не нашел. Но я хотел вам все-таки показать, что делать, если найдутся вирусы. Поэтому я сегодня пытался еще заразить свой компьютер вирусами. Честно пытался. Несколько часов пытался. Там, лазил по всяким порно-сайтам. Насмотрелся их до тошноты уже. И в конце концов, все-таки удалось мне кое-что такое подцепить. Давайте сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Вообще, заразить компьютер оказалось не такой уж простой задачей. Мне как-то очищать компьютеры получается гораздо легче, чем заражать. Ну, давайте проведем еще раз полное сканирование. На этот раз я знаю, что у меня зараза находится на диске E, потому что я сам ее туда подсадил. Так что диск C я не буду проверять, чтобы сэкономить время. Давайте отсканируем. Но он все равно проходит по диску C основные самые такие места, где обычно прячутся вредоносные программы. Но это пройдет достаточно быстро. Вот. Вот он его уже обнаружил. Пошел проверяться диске E. Ну, вряд ли он что-то еще здесь найдет. Потому что только один зараженный файл у меня. Давайте подождем до конца. Итак, сканирование завершено. И жмем ОК. И смотрим, показать результаты. Видим, что один объект он нашел. Вот, пожалуйста, нам все об этом написано. Значит, бывает. Я уже рассказывал о ложных тревогах. В данном случае это не ложная тревога. Это действительно я вредоносную программу сюда поставил. Если вы считаете, что это ложная тревога, допустим, какая-то программа, которую вы точно знаете, что это хорошая программа, но ее по разным причинам определяют как вирус, вы можете добавить в черный список, чтобы эта программа больше не обращала на нее внимания. То есть, если добавить программу в черный список, ее больше проверять не будут. Вы можете открыть расположение, посмотреть, где она находится. Мы сейчас помечаем этот объект. Если их несколько, то все помечаем галочками. И нажимаем «Удалить объекта». Все. Успешно удалены. Отчет сохранен. И нас просят перезагрузить компьютер. Да, давайте перезагрузим. Ну что ж, если вы выполнили этот урок, то, скорее всего, большинство из вас уже очистило свой компьютер. 70-80% пользователей им обычно этого хватает. Но я советую вам идти дальше. И еще раз напоминаю, что если у вас эта программа не ставится, не запускается, скорее всего, у вас вирус, который написан специально против нее. И в следующих уроках мы разберемся, как с этим бороться. Ну и другие программы мы тоже освоим. Так что вы не бросаете это дело. Пройдите курс до конца. Пройдите курс до конца. Пройдите курс до конца.